Хорошо зимой возле костра, весело потрескивают ветки. Таким образом я утилизирую фундук обрезанный, который уже свой срок жизни использовал. Но вот я хочу поговорить о таком страшном катастрофическом нашествии мраморного клопа на посадке многих культурных растений на Черноморском побережье Кавказа. До недавнего времени фундук считался неубиваемым растением. Ни вредители, ни болезни его не брали. Так иногда ореховый усач веточки ему подламывал, но это скорее даже было своего рода как бы обрезка, польза была от этого. А уничтожать его очень просто, этого мраморного усача. Вот вы заметили где у вас чуть-чуть завязли, как правило первые поколения его садятся на однолетние приросты. Вот только увидели где он завял, и так плоскогубцами прошли и прошли, и там на протяжении 15 сантиметров он обязательно попадется под это и будет, как говорится, погребен там же на месте. Но уже второй год этот мраморный клоп, а в семнадцатом году особенно нанес просто катастрофический ущерб по Кавказскому побережью. Это вся Абхазия, отдельные районы Грузии, район Сочи, Краснодарский край, да и в Турции есть сообщение, что он в общем поражает посадки. Вот уничтожен в Абхазии полностью урожай фундука в этом году, кукурузы, мандаринов. Заметили мандаринов абхазских нет на прилавках. Но есть надежда, что минует нас эта грустная участь. И вот у меня есть три надежды, такие хочу с вами я поделиться. Первая надежда это климат. Вот Черноморское побережье Кавказа, район Сочи, как я говорил, это зона влажных субтропиков, то есть высокая влажность и высокая температура. Как раз такой климат, который на родине мраморного клопа в Юго-Восточной Азии. Вьетнам, Камбоджа и в общем страны, южные районы Китая. В общем там он свирепствовал до недавнего времени, а теперь перебрался и к нам. Ну вот если говорить о Крыме, я имею ввиду конечно не узкую полоску южного берега от Меганома до Феодосии, а вот степные и предгорные районы. Вот климат здесь, вот сегодня мороз, видите греюсь у костра, а через 3-4 дня обещает плюс 14 или там плюс 12, а через две недели может быть и минус 20 и минус 30 в степных районах там в Пресеваче, да еще с ветром. Я думаю никакому мраморному клопу температуру эту не пережить. Я еще вот одна надежда, очень большая на биологические особенности трапезунда. Все дело в том, что, вот я уже заметил, молодые ранние генерации листьев трапезунда, они страдают от разного рода листогрызущих гусениц, молиминирующих. А затем, когда он набирает свои, будем так говорить, кондиции, где-то уже в середине лета, вот листья более поздней генерации, ему просто-напросто не под силу, вернее не ему, а им, этим разного рода гусеницам, молиминирующим. И вот эти листья поздней генерации, они вырастают размером, наверное, в маленький лопух. И никаких там признаков этих листогрызущих или сосущих нет. Вот может так статься, что этот, значит, лист фундука окажется, да и плюска, мраморному клопу не по зубам. Есть такая надежда. Ну и вот сейчас в Абхазии, третья, так сказать, надежда, работает общественная организация, называется она движение против голода. Вот она сейчас там плотно работает в Абхазии, потому что действительно эта республика стала перед лицом голода. Очень многие люди начали заниматься фундуком и вот такая, в общем, такой камуфлет получился. На ютубе очень много видео есть, где люди просто жалуются, что очень им тяжело. Так вот эта комиссия, вернее не комиссия, движение против голода, она заявляет, что никакие пестициды этого клопа не берут. И вред от этих пестицидов бывает гораздо больше, чем, допустим, вот от того, что он якобы должен убивать этого клопа. Не берет он этого клопа. Нет препаратов против него. Ну вот есть такая поговорка, мал золотник, вернее, мал клоп, не золотник, а клоп, мал клоп, да вонючий. И вот попробовать по-русски клин клином вышибать, то есть использовать отпугиватели. Наверняка есть запах, который он не переносит. Например, жидкий дым. Или вот, например, вот в минувшем году очень, ну и до этого очень одолевали на черешни, на персики, на розах, тля всякого рода, муравьи, щипалки. И вот я стал разбрасывать по периметру кустов и деревьев выжимки с кофемашины. И в этом году персик, черешня, розы все очистились от этой нечисти. Ну и все-таки главная надежда остается на климат. Вот видите, вот эти уже посеревшие стволы, их надо убирать. Ну, думаю, дойдет и до них очередь когда-нибудь. Так вот, главная надежда на нашу зиму, морозную, которая будет не по зубам клопу, как в свое время другим наглым агрессорам и захватчикам. Во всяком случае, проблема озвучена. И как говорят, предупрежден, значит вооружен. Желаю вам всего хорошего.